Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в приюте у нас шумно, поэтому покажем собаку сегодня вот в таком формате. Собаки сильно разошлись в приюте, а наша пациентка неходячая. И не только неходячая, она до сих пор на грани жизни и смерти. Хоть несколько дней назад мы размещали о ней пост, но сейчас мы ее капаем, колем ей обезболивающее. У нее перелом таза, у нее перелом передней лапы. Снята была полностью кожа, что с ней случилось, неизвестно. Аппетита практически нету. Она постоянно у нас на капельницах. На поддерживающих препаратах в снегу она пролежала 3 дня, поэтому сейчас делать операцию критически опасно. Организм у девочки еще очень и очень ослаблен. На ней был черный ошейник. Мы искали хозяина, пока никто не откликнулся. Напоминаем, что на задних лапах у нее пятые и шестые пальцы. Хозяин, если ты ищешь ее, откликнись. Ей очень и очень плохо без тебя. Сейчас мы делаем все возможное для поддержания ее жизни, но стоит ли ей бороться за жизнь? Есть ли у нее мотивация? Мы должны это понимать? Должна она понимать. Также мы все понимаем, что может быть у хозяина просто нету интернета. Может быть она сидит вконтакте, в ютубе. Дорогие подписчики, те особенно, кто живут в починке, присмотритесь к собаке, расскажите соседям. Может быть кто-то потерял друга, ищет его и не может найти. Друг сейчас находится, это девочка. Она находится в приюте Верность, бесплатный вид санчасти. Повторюсь, что мы боремся за ее жизнь, но мы видим, как мало силы, как мало стимула у нее. Хоть она и начинает понемножечку есть, но еще шансов очень и очень мало. Поверьте, если мы найдем хозяина, намного больше шансов будет сохранить собаке жизнь. Потому что у нее появится желание жить, она захочет вернуться домой, она захочет встать. Сейчас у нас очень сильно переломано все, и вероятнее всего, со слов очевидцев, собака лежала около железнодорожного переезда, и травма ее очень не похожа на травмы от машины. Поэтому существует вероятность, что сбил ее поезд. Мы продолжаем бороться, продолжаем верить в ее силы, и продолжаем искать хозяина. Помогите нам в этом, дорогие друзья.